1 сентября порог Одинцовской школы номер 8 перешагнут более тысячи учеников. Из них почти 120 первоклассники. К началу учебного года в образователем учреждении практически все готово. К новому учебному году мы провели комплекс косметических ремонтов. Прежде всего мы реконструировали крыльцо. Также мы заменили узел учета тепловой энергии. Это было обязательным по требованию и по нормам. Мы провели комплекс косметических ремонтов в кабинетах. Заменили всю необходимую мебель. Сейчас в 8 школе завершается ремонт потолков в столовой и в коридорах. Образовательные учреждения практически готовы принять учеников. Но сперва этот статус должна подтвердить межведомственная комиссия. Сюда проверяющие придут повторно, как и в другие учреждения, где сейчас завершаются ремонтные работы. У нас 7 школ и 22 детских сада сейчас находятся в стадии ремонта в рамках титульного списка 2021 года. Поэтому дополнительный выезд межведомственной комиссии будет совершен, когда в этих учреждениях ремонт будет завершен. В этом учебном году свои двери для воспитанников распахнут 137 муниципальных образовательных учреждений. Это 53 школы, 80 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования. Со 2 по 6 августа межведомственная комиссия проверила готовность каждого. Обращали внимание на все. Комплектованность кадрами, готовность к составлению учебных планов, готовность образовательного процесса, антирористической безопасности, пожарной безопасности и так далее, готовность пищеблоков. То есть все эти вопросы комиссия проверяла и во всех образовательных учреждениях заключение комиссии межведомственной, что вся система образования, все образовательные учреждения к началу учебного года готовы. В зоне особого внимания подвоз учащихся к образовательным учреждениям. В этом году частично изменились условия его организации. Раньше автобус забирал школьников только в сельской местности. Сейчас этот критерий не действует, а значит появилась возможность организовать подвоз учащихся и в Звенигороде. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».